здравствуйте дорогие друзья я вас приветствую в программе хлеб на каждый день и рада что новый день мы с вами начинаем вместе и каждый из нас нуждается в подъемной силе вот для того чтобы сегодня встать то нужно было подняться но физически мы знаем как это осуществлять а когда мы оказываемся в трудных обстоятельствах то далеко не всегда мы знаем те механизмы которые позволят нам подняться иногда человек уже на работе но он еще остался лежать потому что внутри у него нет сил для того чтобы сделать какие-то важные решения принимать их или делать те дела которые может быть даже он уже привык делать и только на автомате может осуществлять какие-то операции но в то же время не иметь на сегодняшний день энтузиазма изнутри и я думаю что знакомы многим из нас подобное состояние души и в этот момент именно в этот момент нам нужна подъемная сила веры потому что если мы посмотрим на такое явление как сожаление то она смотрит или вот это явление она просто смотрит по сторонам и блуждающим взглядом осматривая может о чем-то сожалеть если мы понимаем что такое беспокойство то она озирается тоже и по сторонам и назад но вера она смотрит вверх поэтому друзья если у нас есть желание просто рассматривать ситуацию по сторонам то вряд ли мы там найдем подкрепление но то что на самом деле является для нас ориентиром это вера которая устремляет наш взор наверх что касается веры то она индивидуально каждый своей веру или праведник своей верой жив будет это то что о чем когда-то говорил лютер как точка отсчета его реформации сначала с ним самим произошедшие а потом и с окружающими людьми которые слава богу на сегодняшний день имеет большие плоды за 500 лет и поэтому говоря о вере индивидуальной то хочется ее сравнить скорее не с лекарством разовом а с тем что нам необходимо делать ежедневно как тренировки как накачивание мышц и в связи с этим вера она подразумевает что будет у нас каждодневная работа каждодневное ее применение и плюс к тому ее можно сравнить зубной щеткой которые надо на самом деле пользоваться каждый день но важно иметь ее индивидуальную и поэтому вера она в основном срабатывает именно личная потому что бог формирует нас как своих детей во все во связи с ним и во взаимоотношениях что касается веры то хочу сказать некоторые знакомые нам выражение не увижу не поверю как часто люди так выражаются а вера она подразумевает пока не поверишь не увидишь вот в точности да наоборот и поэтому когда мы ее тренируем каждый день то мы можем выходить на результаты гораздо больше и можем посмотреть на человека который чего-то достиг то можно увидеть насколько в его жизни было много веры или много тренировки веры которая привела его крепости потому что если рассматривать как дар веры то он дается в семени а уже семя ложится в почву и мы даем ему прорасти или нет будем ухаживать за этим растением своего сердца или нет если да то она вырастает и она становится многоветвистым деревом и очень многие люди птицы могут под ним укрываться именно тогда когда вера имеет уже и корни и ветви и крону и поэтому я хочу друзья чтобы в нашей жизни подъемная сила была достаточно большая небесный отец мы молимся к тебе потому что вера это твой дар и она приходит от тебя даже в семени но она приходит от тебя и нам необходимо его принимать мы принимаем сейчас от тебя эту возможность не только молиться к тебе но и получать просимое поэтому благослови нас видеть как вере дать развиться внутри нас и как ей раскрываться больше и больше ветвями своими покрывая землю и отражая твой свет я благодарю тебя господь что мы можем сегодня молиться о подъемной силе для собственной жизни молиться о том чтобы нам на твоем лифте подняться гораздо выше чем мы можем это сделать сами и вера нам в этом будет помогать и мы увидим невидимое и совершим невозможное по богатству твоей верности твоей любви твоей крепости во имя иисуса христа аминь всего доброго друзья до новых встреч до свидания аминь 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 Продолжение следует...